Сегодня во Франции национальный день траура в честь покойного президента Жак Шерак. В 9 часов утра была минута молчания во всех государственных учреждениях. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Он был один из первых мировых лидеров, который обратил внимание на климатические изменения. Я процитирую вам его фразу, сказанную на саммите Земли в 2002 году. Наш дом горит, но мы смотрим в другую сторону. Природа, изуродованная и чрезмерно эксплуатированная, больше не может регенерировать. И мы отказываемся признать это. Земля и человечество в опасности, и мы все несем за это ответственность. Успешность, проводимая государством экологической политики, оценивается индексом экологической эффективности. По нему Франция входит в десятку мировых лидеров. Но, конечно же, эта страна и этот город имеют свои сильные и слабые стороны в экологию. Я с вами поделюсь четырьмя сильными и четырьмя слабыми сторонами экологии Парижа и Франции. Проблема номер один экологии Парижа – это воздух. Воздух загрязнен повышенным уровнем содержания микрочастиц. Франция может гротиться своей промышленностью. В стране развито судостроение, станкостроение, авиация и другие отрасли промышленности. Все это, конечно же, откладывает свой отпечаток на состояние воздуха. В воздух, которым дышат французы, попадают оксиды азота, углерода, диоксида серы, зола, пыль и смола. Во всех районах Парижа установлены датчики, которые контролируют качество воздуха в городе. Пока таких аппаратов насчитывается 170 экземпляров. В 1998 году на эту программу правительство Франции выделило 34 миллиона франков. Над Парижем каждый день запускается в видимый воздухе воздушный шар, который контролирует качество состояния воздуха. Согласно официальным данным, состояние воздуха в последние годы значительно улучшилось. Первая сильная сторона экологии Франции – это отношение страны к глобальному потеплению и действиям, которые предпринимаются. Франция уже сейчас испытывает на себе результаты глобального потепления. По данным Министерства здравоохранения страны, этим летом из-за сильной аномальной жары во Франции умерло 1435 человек. Во Франции реализуется план «Экологический переход», который рассчитан на десятилетия по переходу энергетики страны на новый экологический уровень. Его предложил президент Франции Эммануэль Макрон, и этот план поддержало правительство. Создано Министерство экологического перехода, которое работает очень напряженно. В первую очередь, речь идет об использовании альтернативных источников электроэнергии и отказ от угля. К 2030 году планируется вдвое увеличить производительность ветряков и в целых пять раз долю солнечной энергетики. К 2035 году будет закрыто 13 реакторов АЭС. В планах правительства было повышение налогов на топливо. Однако, благодаря протестам желтых жилетов, этого повышения не произошло. Деньги от топливных налогов собирались использовать для реализации экологического проекта. На данный момент Франция не отказывается от своих амбициозных планов и использует другие источники финансирования. Команда американских ученых из Массачусетского института технологий подсчитала, сколько деревьев могут видеть жители разных городов мира, прогуливаясь по улицам пешком. И составила экологическую карту 27 городов. Париж оказался на самом последнем месте. Действительно, если вы гуляете по улицам этого города, вы не увидите так много деревьев. Сейчас уделяется большое внимание зеленым насаждениям. Озеленяются даже крыши домов. Планируется создать 7 гектаров зеленых насаждений на парижских кровлях. Вторая экологическая проблема Парижа – это нехватка зеленых насаждений. Вторая сильная сторона экологии Парижа – это почва. Несмотря на то, что промышленность все еще развита во Франции, в процессе деиндустриализации промышленность сильно сократилась, благодаря чему состояние почв не является острой проблемой. Третья слабая сторона экологии Парижа – это шумовое загрязнение. В городе предпринимаются попытки борьбы с шумом. Основная причина шумового загрязнения – автомобильный транспорт. 50% опрошенных парижан говорит о том, что их беспокоит шум. А жилье 150 тысяч человек выходит окнами на улицу, где уровень шума превышает 70 дБ. Третья сильная сторона экологии Парижа – это бытовые отходы. С 2002 года повсеместно существует практика сортировки мусора. Есть отдельные баки для бумаги, стекла, пластика и бак для всего остального. В государстве действует система экологического сбора на потребление продукции – электроники, текстиля, мебели и т.д. Его оплачивают в момент покупки дополнительно к цене. В супермаркетах вы увидите биоразлагаемые пакеты. Четвертая слабая сторона экологии Парижа – это транспорт. Город загружен автомобилями. Это приводит к шумовому загрязнению, это приводит к загрязнению воздуха. Несмотря на то, что сейчас все больше развивается эко-транспорт, велосипеды, электробайки – этого недостаточно. С 2017 года все машины, въезжающие в Париж, должны иметь экологический талон, определяющий категорию двигателя по уровню вредных выбросов в атмосферу. Также французское правительство намерено ввести в 2020 году экологический налог на авиабилеты. Объявленная цель – пополнить бюджет страны как минимум на 180 млн евро и инвестировать их в более экологически дружественные транспортные структуры, такие как, к примеру, железнодорожный или городской транспорт на электротяге. Новый налог устанавливается на авиабилеты на все рейсы, вылетающие из Франции. Он затронет как внутренние рейсы, так и внешние. Последняя сильная сторона экологии Парижа – это вода. Два десятилетия тому назад экологическое состояние сены оставляло желать лучшего, чему свидетельствуют массовые моры рыбы в 1990-1992 годах. В 1988 году мэр города Парижа Жак Ширак пообещал, что скоро в сене можно будет купаться. И действительно, в последнее время качество воды очень сильно улучшилось. Настолько, что сейчас в городской черте обитает 28 видов рыб. Также парижане смело пьют воду из-под крана. Франция и Париж имеют много экологических проблем. Но эта страна не боится смотреть в глаза проблемам и решать их. Как мы уже видим над многими проблемами, люди активно работают. И уже видны первые результаты. Мы с вами рассмотрели 4 сильных и 4 слабых стороны экологии Парижа и Франции. Поделитесь в комментариях, удивили ли вас какие-то факты, узнали ли вы что-то новое. Подписывайтесь на мой канал, чтобы продолжать это путешествие вместе со мной. Пока!